Возрастной макияж Я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня поговорим о возрастном макияже. Первоначально мы, конечно же, очищаем кожу, тонизируем и увлажняем. Это три этапа, которые делать нужно обязательно абсолютно всем, вне зависимости от того, в каком возрасте вы находитесь. Без трех этих компонентов и составляющих макияжа хорошего нанесения не получится никогда. Если кожа нуждается в определенной маскировке, лучше всего перед нанесением тональной основы использовать определенные корректоры и после этого уже наносить тональную основу. В данном случае я имею дело с сосудистой сеточкой и покраснениями, поэтому использую зеленый корректор локально, конкретно на проблемных участках. Затем уже тонирую кожу биби-кремом. Очень советую для возрастного макияжа выбирать именно легкие, нежные, тонирующие текстуры, чтобы не получить эффекта маски на лице. А само нанесение тона я бы посоветовала делать именно пальцами. Таким образом вы будете лучше чувствовать необходимую степень нажатия. Тон наносить нужно очень аккуратно, ни в коем случае не растягивая кожу. Старайтесь еле докасаться, нажатие должно быть минимальное, обходите зону вокруг глаз. Для данной области у нас будет использоваться другое средство. Все излишки необходимо снять спонжем слегка похлопывающими движениями. И конечно же не забывайте сводить свет на шею. При необходимости шею тоже можно затонировать. Если в середине дня вы видите какой-то легкий блеск, то естественно эту зону вы можете припудрить, но не все лицо. Используя пудру будьте очень осторожны. Лучше пройтись слегка только по центральной части лица. Ни в коем случае не используйте прессованную пудру, так как для возрастного макияжа она очень тяжелая. Коррекция лица также должна выполняться очень аккуратно и легко. Никаких слишком темных цветовых акцентов быть не должно. Акцент делайте на скрытии, если есть второго подбородка, и на большем очерчивании овала лица. Коррекцию нужно выводить вовнутрь, чтобы не было пятна. Если лицо круглое, то естественно затемнять боковые части, но акцент на скулах все-таки сильный делать не стоит. Также хочу на данном примере показать, как можно скорректировать нос и зрительно его сузить, затемнив боковые стороны. Что касается бровей, в основном все женщины сейчас ходят с такими тоненькими истонченными бровями. Именно поэтому, когда вы выполняете возрастной макияж, я бы советовала брови слегка расширить. Это придаст большей моложавости и свежести лицу. Также следите за тем, чтобы хвостик бровей не опускался слишком низко. Это может зрительно очень сильно опустить глаз. Лучше направление его задать к виску. Или если же бровь сама по себе слишком опущена, не дорисовывайте сам кончик. Сейчас можете увидеть разницу оформенной брови и неоформенной, и насколько правильная бровь приподнимает зрительно глаз. Здесь я немного дорисовала начало брови, чтобы бровь начиналась от внутреннего уголка глаза. Когда вы приступаете к нанесению теней, обязательно используйте базу под тени, так как возрастные изменения и наличие складочек, морщин всегда будет мешать и ухудшать стойкость макияжа. Как и всегда, помните, что движения должны быть максимально легкими, и ни в коем случае не растягивайте кожу. Итак, начинаю с прорисовки верхнего ресничного края гелевой черной подводкой. Вы можете использовать черный жирный карандаш и растушевываю все кисточкой. Далее я прорабатываю складку века серо-коричневой матовой тенью. Накладываю этот цвет на нависание и таким образом скрываю его. Делать это нужно обязательно при открытом глазе, чтобы вы четко могли видеть, куда именно положить цвет. Либо каждый раз открывать глаз и проверять правильность нанесения цвета. Выбирая цвет теней, всегда помните, что коррекцию складки века всегда нужно делать матовой тенью. На само нависание ни в коем случае не накладывайте никаких блестящих теней, иначе мы только усилим эту проблему. Предпочтение отдавайте всем теплым оттенкам. И в некоторых случаях возможно использование легких сияющих текстур, но только на центр подвижного века. Итак, я закончила коррекцию нависающего века, и затем на центр подвижного века накладываю нежно-розовый оттенок с легким сиянием. Этот небольшой акцент отлично освежит взгляд. Следите за тем, чтобы не было никаких пятен и хорошо растушевываете все границы. Совсем чуть-чуть хайлайтера под бровь и во внутренний уголок глаза. Теперь я хочу слегка подчеркнуть цвет глаз и придать им большую яркость и выразительность. С помощью очень близкого к цвету глаз оттенка, оттенка хаки, прорисовываю тонкую линию по нижнему веку. Подходит время консилера, и здесь нужно быть предельно осторожными. Можно использовать консилер, но только в то место впадинки, ни в коем случае не на выпуклое место, не на мешочек. Консилер в этом случае припудривать я бы не советовала. Все нанесение должно быть очень легким. Тон консилера выбирайте не слишком светлый, на 1-1,5 тона светлее основного тона лица. Возрастной макияж обязательно требует румян. На мой взгляд, ни один возрастной макияж не должен обходиться без румян, потому что именно это средство дает моментальный эффект свежего отдохнувшего лица. Румяна наносятся на яблочки щек и растушевываются вверх по скуле. Можно также слегка кисточкой пройти по выпуклым частям лица, нос, подбородок и боковые стороны лба. Прежде чем переходить к прокрашиванию самих ресниц, я бы посоветовала чуть сильнее обозначить сам ресничный контур, воспользовавшись либо подводкой, либо опять-таки черным жирным карандашом. Прорисовываем линию только по контуру глаза, не выходя в стрелку. Таким образом мы создаем иллюзию более густых черных ресниц, а сам глаз станет более выразительным и четким. Но помните, что линия-то должна быть очень-очень тоненькой. А затем уже прокрашиваем реснички черной тушью. Также помните, что если вы блондинка или шатенка, то очень хорошо использовать коричневую тушь. Если вы столкнулись с проблемой новейшего века, то самым лучшим помощником справиться с этим будут именно накладные ресницы или пучки с удлинением на внешнем уголке. Именно с их помощью вы сможете скрыть нависание, чем, собственно, я и занимаюсь. Прокрашиваем нижние ресницы, но совсем-совсем немного. Это еще одна особенность возрастного макияжа, когда акцент делается всегда именно на верхних ресницах, а нижние лишь слегка подчеркиваются. Можно их вообще не прокрашивать, во избежание растекания туши и попадания ее в складочки и морщинки. Чтобы еще больше освежить взгляд, прокрашиваю нижнюю слизистую глаза нежным розовым каялом. Никогда в возрастном макияже не используйте белый. Итак, переходим к оформлению губ. И первое, хочу обратить ваше внимание на то, что в возрастном макияже лучше, конечно же, использовать именно помаду, а не блеск, а перед ней обязательно карандаш. Именно в дуэте два этих продукта, карандаш и помада дадут вам лучшую стойкость, насыщенность. И, конечно же, карандаш сможет скорректировать форму губ, придать ей чуть больше объема, а также скорректировать такую распространенную особенность возрастного макияжа, как опущенные уголки губ. В таком случае, эту угрюмую складочку вам нужно подсечь, когда вы прорисовываете губы карандашом. Нижнюю линию слегка прочертите чуть больше своей натуральной, то есть, выйдите слегка за контур и соедините с верхней линией. Таким образом, вы скорректируете этот небольшой недостаток. Оттенки помад выбирайте всегда насыщенные, в теплой цветовой гамме, но не слишком темные или слишком бледные. Ориентируйтесь всегда на ягодные оттенки. Для дня также отлично подойдет нюдовый цвет, усиливающий натуральный здоровый цвет губ. Цвет карандаша всегда лучше выбирать натуральных оттенков, он просто идеален для корректировки. Если есть какие-то недочеты, то их всегда можно скорректировать кисточкой с консилером или основным тоном. На этом мой антивозрастной макияж закончен. Я бы назвала его коктейльным. На мой взгляд, это нечто среднее между дневным и вечерним макияжем, так как он очень легкий, очень освежающий, ненавязчивый и в то же время очень выразительный. Я, как всегда, надеюсь, что была вам сегодня полезной, и данное видео вам понравилось. Если это так, конечно же, ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. Кто не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. И мы увидимся с вами совсем скоро в моих следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok